Нестандартные выставки в Славянске. Две экспозиции под открытым небом. Одна посвященная антибандеровской пропаганде, а вторая посвящена в противовес ей событиям Великой Отечественной войны. От самого ее начала до самого ее завершения. Международная организация суть времени является одной из таких самых последовательных антифашистских организаций. И мы сегодня здесь в Славянске организовали две выставки. И одну антибандеровскую, она, в общем-то, нужна людям для того, чтобы они понимали, что на самом деле к нам пришло на Украину сейчас. И куда мы идем на самом деле, что людей ожидают в ближайшем будущем. Реально. Вопреки всему тому, что сейчас говорят по телеканалам. Дело в том, что все украинские телеканалы, они сейчас работают в рамках определенного проекта. Согласно которому нацистский оскал должен быть спрятан на время. Вот этих олигархов выдвигают сейчас во власть именно для того, чтобы показать, что тут ничего страшного не происходит. И по проекту, за время, пока олигархи правят, почему правый сектор, который так против евреев, по сути, допускает этих евреев во власть? Они нужны на время. Пока сейчас нацисты не возьмут под себя силовые структуры, потом евреев и вообще всех олигархов выгоняют, сажают на кол. И здесь воцаряется сильная, такая мощная нацистская диктатура, характерная система. Что это такое? Вот видно по вот этой выставке. Шесть баннеров у нас. Она рассказывает зарождение бандеровцев, что они делали реально, и чем они закончили, и как они сегодня призывают ко всему этому. Это все видно в фотографиях. Ну, а для того, чтобы это как-то разбавить, этот негатив, и, так сказать, это черное, которое сейчас наступает на нашу страну, у нас напротив, вот, выставка, посвященная подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. Выставки побывали уже в нескольких городах Донецкой области. В Славянске они находятся уже второй день. Интересно, что выставка, посвященная Великой Отечественной войне, в Славянске представлена всего лишь второй раз. До этого она выставлялась только лишь в Донецке. Обе экспозиции работают с 10 часов утра и приблизительно до 6-7 часов вечера. Организаторы говорят о том, что выставки проработают сегодня и завтра. Но, ежели будет большое количество посетителей, то экспозиция продолжится еще несколько дней. Павел Пологута, Дмитрий Федотов. Специально для сайта Славдела ТНЮА.